Всем привет, с вами Нью и Зетсу, вы на канале Фрикаделька, а это Хогвартс Наследие. Всем привет, поговорите, ну пойдём, ладно, поговорите с Эмельдой Раис на поле для гонки. Ну, видимо. Ну, пошли в серию мету нашли, теперь мы можем везде летать. Не везде, там где-то нельзя летать. А, ну да. Ну, поле для квиддича. Почему, интересно? То есть они ввели метлу, но не ввели квиддич, почему? Так ты же сказал, Блэк закрыли. Нет, я про разработчиков. Не захотели они мороку устраивать. А как спускаться, кто помнит? А вот и новая слезеринская звезда полётов. Конечно. А что столько претензий в одном предложении было? Ну, когда послушаем, что она мне скажет слезеринская звезда полётов. Привет, Эмельда, меня прислала ЛБУИКС. Ха, да неужели? Небось так и возится со своим улучшением для метлы. Однажды я попыталась помочь ему, но он раскритиковал мою технику полёта. И на этом всё закончилось. Какая наглость. Он хочет втянуть тебя в свою дурацкую затею с мётлами? Интересно, почему ты ведь едва научилась летать? Или он узнал о ваших с Клоптоном выкрутасах на уроке полётов? Ты просто завидуешь. По-моему, ты просто завидуешь моим способностям. Я? Капитан команды Слизерина по квиддичу? Завидую тебе? Слизерин? Все знают, что эти занятия нужны только новичкам, хулиганам и неуклюжим слюнтяям. Но почему-то остальные уверены, что ты станешь мне серьёзным конкурентом. А я такого не потерплю. Может, мы и правда конкуренты. В Слизерин теперь берут даже таких, как ты. Это старая шляпа совсем из ума выжила. Хватит болтать. Есть только один способ узнать, кто из нас лучше летает. У меня на этом маршруте один из лучших результатов. Посмотрим, можешь ли ты со мной тягат. Слизерин против Слизерина. А что до нас доебалось? Что за маршрут? Расскажи больше об этих маршрутах. Немного отстаёшь, пятикурсница? Ладно, постараюсь под тебя подстроиться. Этот маршрут постоянно держит в напряжении. Нужно заранее рассчитать скорость и высоту перед каждым поворотом. На других ты испытаешь свою выносливость. Всего три маршрута, разработаны бывшими учениками много лет назад. После того, как Блэк отменил квиддич, остались только гонки. И мне удалось вдохнуть в них новую жизнь. Вся школа теперь жаждет поучаствовать в соревнованиях. Так что давай, покажи, что умеешь, пятикурсница. Ааа, ладно. Вообще-то, почему бы и нет? Я тебя обгоню. Я уже предвкушаю твоё поражение. Какая она сволочь у нас получилась. Тоже такая же наглая, как и все вокруг. Поехали! Так, подожди, Вер. А, блин. Вот это то, что было создано в Гарри Поттере ещё от Ио Геймс. Ещё в самом первом. Эти сраные кольца. Эти сраные штуки. Ой-ёй-ёй. Это ты, типа, получаешь бонус. Дожди, я что-то вообще... Учись, учись летать. Нам нужно обогнать эту суху последнюю. А, тут не обязательно шифт держать. Всё, я понял. Он сам летит, да? Всё, я понял. Просто, блин, ракурс неудобный. Как-то сбоку мы на неё смотрим. Ты доучишься, нет, летать суть. Нам нужно обогнать эту тварину. Я не понимаю, какой смысл вот этого поворота, если он... Совсем другое дело. Да, я понял. Да, господи, я не понимаю, как ты так поворачиваешься. Как вот... Что это, блядь, такое? Как весело. Слушай, мне сейчас дурно будет. Вот что это за поворот? Что такое? А-а-а-а! Господи, всё, я... Что ты понял? Всё, я понял. Есть что-то, есть вперед. Ну, нет, давай, я думаю, нам даст ещё это... Прогадиться. Я понял. Всё, я понял, как это работает, господи. Вперёд это... Вперёд это вниз? вперед это вперед все понял берет это вперед влево это влево слева нажимаешь на только до левого все может повернуться все я понял вперед хочешь ехать и нажимай просто вперед у него поворота так работает это и напала вода должно вместе с мышкой сочетаться а в смысле я думал здесь принципе поворачиваешь мишки я думал почему он так странно поворачивает нет матча что не мушки мы даже успели за да да хера она даже разок скажу быстрее как так это явное жульничество это просто но тебе еще придется показать тебя если хочешь заслужить мое уважение уважение таких людей как ты ты же только и делаешь что всех оскорбляешь а вам всем просто нужно не принимать все так близко в общем я перехожу к следующему маршруту он возле айрондейла и он намного сложнее можешь подготовиться полетав по этому маршруту просто подойди к помосту туда где список лидеров там сможешь узнать свое время и начать гонку посмотрим не была ли твоя победа просто случайностью раз уж и речь о поручении алби уикса ладно я понял какая душная тварь так вот мы на последнем месте минута 32 рубил чтобы это не лучше чем это имеет дурацкая так все поехали может быть и будет он рад конечно же ты хотите подожди не это не нервничал уже маленько начинается обожать она все работает ладно это кофе пропускаем чиня чем понимаю зачем зачем здесь повороты на кнопки ну видимо для полетов более удобно еще что-то она увидела чего мы не заметим на том же маршруте почему сложнее нет это она пропущена кольца одно наказание я и кольцо пропустил не мог пропустить кольцо но в целом-то неплохо на самом-то деле в принципе да ну наверно все-таки ты до лучшего времени не дотянешь я думаю что не дотяну ну да ладно на хрена вот эти золотые собираем что он дает они ускоряются ну да лучше вода не дотянуться надо совсем безошибочно все сделать что до лучшего дойти да ты на самом деле один раз завис уже бы мог на самом деле ладно а у тебя еще штраф был за пропуск да еще штраф ну ладно не буду уже второе место потом когда у мету по мне увеличит мощность можно прийти сюда для первого места добить так ладно ты уверен что это второе может и не второе место я второе второе могу фрик я не понимаю что она выебывается на четвертом вообще ну что делать лучше она лучше это понимаешь нет может это не пятикурсница просто на первом месте это общее время вообще за всю жизнь нет я имею ввиду что это имельда не знаю а вернись калбуевыксу не я так далеко не это не полечу не летаю так далеко это какой-то кошмар далеко сюда вот давайте репорт мету наиболее эффективный близи земли на дороге с метуами уверяет что-то там тимофилы и поганки ну давай он сейчас на какую-то приблуду воткнет и будет хорошо типа будем быстрее или нет и можно кстати вернуться и посмотреть насколько мы быстрее стали кстати да можно сразу посмотреть посмотрим решил в кусты так вот а убивают ну и как надеюсь вам есть что мне рассказать ну да есть было дело мистер икс надо же установить новый рекорд мистер уикс мне удалось установить рекорд на метле невероятно мисс раэс должно быть в шоке ну что как метла в целом неплохо хотя ее порой мотала в стороны да и скорости бы добавить надо сказать что иногда на поворотах ее немного заносила влево а при резком уходе вниз слышался свист нифига себе она умная какая именно это мне и нужно было знать заносит ага сейчас же приступлю к работе и тогда даже самые закоренелые скептики признают что у моей работы был потенциал а кто сомневался у вас ваши способности совершенствовать медл и поставлены под сомнение вы удивитесь но люди ужасно консервативны говорят что если и так нормально работает то нечего и лезть ломать ну такие люди не ценят чувство свободы которое дарит полет на качественной метле им наплевать на творческий процесс и все что с ним связано знаю таких людей у моего друга в Риме тоже магазин говорит ему еще хуже проблема в том что после обеда итальянцы предпочитают вздремнуть сегодня столько говорили представьте что эллиот смитвик слушал бы скептиков и кто тогда придумал бы амортизирующие чары ну ладно не терпится узнать больше у меня пойду что улучшение получилось что надо уверен вы будете довольны скоро я с вами свяжусь так ты мне улучшение дал или нет как же решить проблему высоты по отношению к скорости ты же самый металл ты мне наебал ты не дал мне улучшение спасибо что зашли до скорой встречи эмм ладно видимо через какое то время он даст поэтому потом мы ему сюда вернемся теперь нам надо знаешь что сделать нам надо хочешь переодеть ее нет нам надо одеть что у нас мощнее кстати а мы с тобой не хотели сменить прическу ну потом попозже ну давай мы все равно в хоксмиде ах какой шарфик короче оказалось что видимо это довольно популярная прическа это довольно популярный внешний вид да и кто то проходит там девочка практически один в один как наша да какой нам горакони сейчас носим кто то одет так же как и мы вот да девочки не любят одеваться одинаково вам что то подсказать поэтому я думаю давайте поменяем ей прическу спасибо ты хочешь себе какой-нибудь до скорой встречи знаешь я бы и кудряшки сделала ну ладно пойдем поменяем а где меняться то подожди а какая то там была женщина вон смотри ножницы где о мадам смотри это денег стоит ну а у тебя что денег нет жалко денег заходите заходите игровых конечно ой папосики ты к ним не подошел чтоб не спалили что вас может заинтересовать так а ну давайте давайте а как тебя поделить подожди поделить повернуть тебя никак ладно подожди а может быть на среднюю кнопку мыши к примеру какую среднюю кнопку мыши с ума сушу что ли ладно мне было бы написано нельзя виполачивать ну это простенько а вот в этом же ряду вторую можно штукнуть это хвостик такое ощущение что здесь есть то чего не было когда мы выбирали ой это что то мое не тебе не нравится моя прическа не надо такую на нее нет это какие то косички нет о господи а тоже тоже что то из моей серии о симпатично нет нам нужно что то вот по максимальному чтоб суча было это которая у нас была давай первых наверх во втором ряду вторую прическу можешь штукнуть вторую во втором ряду да это не так это гермиона пошел а это а это совсем кудри какие то нет это эллин какая то ну это мне не нравится вот это симпатично какой то пучочек у нее такой пучочек хорош потом третья в первом по моему тоже симпатичная не ты хочешь длинное чтоб распущенное что ли ну давай ты этот пучочек да что цвет мы не меняем цвет то рыжий оставим рыжий рыжий пестижей можно конечно и немножко по это потемнее так такое было ладно оставим это все оставляем так в целом да вау ни хрена себе какой пучандрий ну нормально ладно теперь она хотя бы когда будет выёбываться это будет хотя бы выглядеть пафосно а не как будто это маленькая кто там моська на слона да ну да так ладно что у нас по заданиям там посмотрим о господи боже задача шарпа раздобуть и фокусировать да я не знаю где его раздобывать что ты ко мне пристал ну давай господи подожди может быть это на другом задании можно нет там надо уже выполнять это задание что нужно добыть зелье ему надо добыть а ну пойдем к этому давай к пепину сходим а где он пепин фонд клеанцы слизки лавка ливандера пепин а ближе да можно как то вот что-то заныкался так ну пойдем к пепину к пепину или пепин или пепин что-то туман что там фокусирующая зелье какой то да сейчас почитаем еще раз слышь пепин я пришел а ты сейчас заданием пристанешь со своим а че он хочет он же хочет какую то там фигню вот доставку ему надо а так доставил боже ну подожди раздобуйте фокусирующее зелье и испытайте его в деле раздобуйте зелье максима и дурос одновременно испытайте их в деле максима и дурос и фокусирующее просто он же нам не зелья по-моему продает так ладно рецепты покажи нет зелье тоже у него есть купить чем я могу вам помочь так вот они а нет вот они а вот фокусируешь 500 монет ты чё у тебя 7000 мудрое решение дурос благодарю максимум ладно ни хрена я просто все деньги истратил чё дай заберем остальные рецепты уже вот мог сделать может еще увидимся до свидания до свидания подожди до свидания мистер пеппин уже достать товары здравствуйте мистер пеппин вам нужно доставить товары красотка я так полагаю что вам совсем не составит труда посетить городок кинбридж это к югу от хогвартса а что за товары нужно доставать фатима лаванг заказала зелья невидимости обычно я доставляю зелья сам но в последнее время она каждый раз затевает ссор и почему-то вечно жалуется на качество товара но какое уж тут качество если она заказывает зелья так часто что я не успеваю их варить в общем если вы возьмете подозрительное там нервную задачу то можете забрать себе плату за доставку ммм похоже она неприятная особо не люблю иметь дело со сложными людьми но за вознаграждение соглашусь хорошо вот зелье невидимости которое она заказала надеюсь она не доставит вам неприятностей конечно она тоже весьма талантлива в зелье варенье я бы даже не отказался взглянуть на ее книгу рецептов ОК намекнул ааа доставьте три зелья невидимости в Фатиме в Фатиме в Фатиме бабосики а теперь помни что нам нужно эээээ по шарпу что-то в бою использовать нет подожди шарпу ага поэтому нужно бой еще найти ага забудьте его в деле отправлять в лагерь гублинов ну вот пойдем второй уровень А, ты же хотел до тележки дойти. Я уже хочу всё-таки вернуть тележку, чувак, он там грустит, стоит. Так, вот так. Тебе что, жалко, что он грустит? Нет, он просто стоит, там грустит, он не работает, работать не может. Ничего не может. Ждёт, пока тележка сама до него доедет. Она, кстати, да, застряла где-нибудь, наверное. А, подожди, это что такое? Тоже задание, что ли? Вы что, мне тут задание меня-то закидываете, я понять не могу. Игра такая, давай, ебаш. А тут что от меня надо кому? Тебе что надо? Да больно уж, страшно. Ты что ли? Клементина Уиларси. Уиларси. Прошу прощения, вы что-то сказали? А, здравствуйте. Это я сама с собой, я Клементина Уиларси. Привет. Я размышляла о прекрасных бабочках, порхающих на опушке запретного леса. Но когда я приближаюсь, они улетают. Когда я училась в Хогвартсе, нам действительно запрещали ходить в запретный лес. Рассказывали жуткие истории о том, что там творится. С тех пор я до смерти боюсь его. Знаю, это глупо, но мне безумно интересно, куда стремятся бабочки, улетающие в запретный лес. Может быть, вы сможете это выяснить? Вы просите меня проследить за бабочками? О, да, пожалуйста. Это отсылка Гарри Поттеру. Ну, ладно. Это когда... Слышно жуткие истории, вам рассказывали о запретном лесе. О, чего только не было. То ученики таинственным образом лишаются головы, то чудовищные пауки заведутся. О, вот правда. Наслушаешься такого в 11 лет и никогда не забудешь. Ну да. Вот. Говори. А бабочек. Да, наверняка все фанаты Гарри Поттера помнят, что во второй части, когда Хагрид забрали в Аскабан, он, короче, там намекнул о том, что те, кто хочет узнать правду, должны следовать за пауками. И когда Гарри с Роном идут в запретный лес, Рон стоит и ноет. Почему мы... Они же запретный лес следуют. Почему, говорит, мы должны следовать за пауками? Почему нельзя следовать за бабочками? Ну, последуем за бабочками сейчас, ничего. И они решили... Это прикольно, блин, это реально прикольно. Время, я посмотрю, куда они летят. О, благодарю. Храбрые же нынче ученики. Мне бы никогда не хватило смелости. Я буду ждать вас прямо здесь. До скорой встречи. Ну, ладно. Слушай, я хочу прям... Следуй за бабочками. Следуй за бабочками. Да, я хочу знать. Нет, ты не хочешь знать бабочки. Хочу знать. Нет, вначале мы идем в гоблину тележку. Ну вот, это была бы прекрасная серия. Нет, вначале гоблина тележка. Гоблинская тележка. Тем более, нам надо два зелья там выхрукать. А как их хрукать, я не знаю. Так. А затем три. Чтоб назначить метунок, рукава... Чё? Это он тебе говорит как... О, ты наконец-то говоришь мне как летать. Спасибо. Вот, это вот вовремя прям. Так. А, вот туда вот. Блин, прическа огнище. Подожди, а нахера я лечу, если тут... Слазь давай. Что-то идти-то, блин. Ну так-то двести метров. Ну, тоже верно, конечно. Но так-то быстро уменьшается. Очень быстро. А, слушай, а есть что-нибудь по карте? Вообще, карта есть какая-нибудь интересная? Что-то... Чё-нибудь есть прям такое поближе? Что это... А чё ты там хочешь? Я вот здесь. Следуй. В смысле, следуй за бабочками? Я не иду следовать за бабочками. Ну так вот. Следуй за бабочками, блин. Я думаю, что за херня? Следуй за бабочками. Охренеть! Лети. Ёптать. Ну или перемещайся. Пойдём за бабочками. Ура! Они ближе. Чё-то как-то далеко. Так, а это чё такое? Плывок! А, нормально всё. Она вообще что угодно может, так что. Она же не Джейсон. Так, вот это чё такое? Кто не знает? Я не знаю. Тут даже нет такого и на карте. Чё вот это такое вот это? Что? Это просто скала. Чё? Чё-то там. Ого! Помадка из алихоцы. Эта помадка, приготовленная из листьев дерева под названием алихоце. Представляет собой восхитительное кондитерское изделие, вызывающее неудержимый смех. Неплохо. Где-то здесь проходил вилевонка. Кстати. Вилевонка. Алихоце. Так, а мы, кстати, почти дошли до чего-то. Чего? Подожди. О, пауки. Ладно. Чё там с зельями? Чё там с зельями? Давай посмотрим. Шарп. Раздобуйте фокусирующие лезель и испытайте его в дереве. Хорошо. Наверное, тебе тап нужен. Эдорус. Максима. Фокусирующие. Снижает время перезарядки заклинаний. Продолжительность 15 секунд. Ну, помочи. А, просто тап. Понял. Тап. О, ну да. Ну да, будь фокусирующая загадка. Иди сюда. Неплохо. Недурненько, недурненько. Да, хорошо, поработали. Так, хорошо. Чё, второе? Не провоцируй. Не провоцируй. Ой, нет, лучше их взрывать. Так, хотя бы один паук, а не три. Вот, вот. Вот чё такое? Круг паука. Хорошо, чё засчиталось у нас зелье? Так, да. Раздобуйте зелье Максима и Эдорус одновременно испытайте в дереве. Ну, давай почитаем, чё они могут. Так. Чтоб нам было понятненько. Максима. Используется для улучшения урона от заклинаний. Хорошо. Эдорус зелье увеличивает защиту. А, понятно. Увеличение урона и защиту. Но это сейчас как раз пойдём вот сюда вот. На этих вот гоблинов, которые украли тележку. Мы идём за бабочками. Причём тут тележка. А, точно. Господи, я всё время путаю. Я вижу примерно нихуя. Вот бабочки. Значит, она ничего не выдумывала. Ну, пойдём за бабочками. Там опять воруются, топиройкой воюют. Бешеная топиройка. Вот сейчас загреть и делай. Да возьми тут, стыти. Да подожди, я не могу. Они напали. Зелье ткни. Так. Где-то пиройка у вас. А, что, сразу сдохла? Ого. Иди сюда. Блин. Блин. А, мы же прокачались. Ебатый театр. Конечно, а ты так думал. Ого. Это что такое? Икс. Просто можешь. Иди сюда. Ну, ладно. К спилиарму, всё. Всё. А ну, отдай. На. Она так-то технически их убивает. Теперь существа поблизости могут спать спокойно. Ой, добрая. Всё, сама же их убивала, самое забавное. Подожди, бабочки. Ну, бабочки, да, идём. Посидите, звоняйте по зелью варенью. Подожди, в смысле посидите за... Я подумал, что ты... Блядь. Он на автомате переключил тебя просто. Так, а вот, ты где-то... А, вон, я вижу, где они, бабочки. Где? Вон они. Вон они. Вон там вот. Вот здесь, где-то. Вот они. Это чё такое? Так, драк. Гляньте-ка, что тут у нас? Чё там было? Коллекция счёток? Чё? И кухонный утварь, короче. Не знаю, зачем мне. Окей. А, ну и всё. А кто вон там наверху? Тёмная дворняшка. Ой. Ходи сюда. А. Вот так вот. А это чё там? А. Мы уже здесь были. Да, да. Так, ну ладно, пойдём зададим задание этой дурочке. Почему дурочки-то сразу? Вроде не глупая. Боится, трусится и тому подобное. Ей просто немножечко страшненько. А, чё ей страшно? Там никого нет, видишь, там только топиройка ходит. Угу. Сражается с двумя браконьерами. Причём убили и топиройку браконьеров. Ну, тоже верно. Теперь животные могут спать спокойно. Могут. Ну, в целом, если ты их убиваешь, кстати, они тоже могут спать спокойно. Так, и чё тут у нас? О, очень надеюсь, вам удалось узнать, что там случилось с бабочками. Ну, да. Здравствуйте, мисс Уиллерти. Ну, что же произошло? Получилось их найти? А, да, у них интересного. Да ладно тебе, расскажи ты ей. Ха-ха-ха-ха, да. Да, они привели меня в лес, где спрятаны сокровища. О, замечательно. Раду, что ваши усилия вознаграждены. Надеюсь, однажды и я наберусь храбрости, чтобы отправиться в запретный лес. А пока я просто буду радоваться, что меня там ждёт ещё столько чудесного, если и я осмелюсь туда заглянуть. Надо было говорить облатку, всё-таки, мне кажется. Не-е, нормально всё. Ящик с сезами. Теперь мы знаем, что если следовать за бабочками, тебе дадут какие-то кастрюли или что-то там нашёл. Что ты опять спиздил? Яблочко съел. Так, ладно. Чё? Так. Чё-чё? Хочу нажать. Следующее куда? Ты хочешь до тележки или до шарпа? Нет, сейчас уже надо шарпа пойти. Забрать у него этот. Угу, сейчас мы... Подожди, карта Хлогортса. Сюда что-то? Подожди, сюда. О. Я не понимаю, как эта карта работает. Я тоже не знаю, как она работает, но как-то она работает. Да, именно что как-то. Пытаюсь. Работаю с чем есть. Так. Ну, думаю, к профессору Шарпу уже пойдём в следующую, наверное, серию. Ну, в принципе, там быстро так-то. Или... А, он сейчас 3-9 будет? Да, да, да. Ладно, тогда на этом всё. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. До скорой встречи в новых видео. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.